Когда объясняют детям, а где находится творец, то обычно мы говорим, что творец находится абсолютно везде. Если быть более точным, это не значит, что творец находится в нашем мире, а наоборот, мы находимся в мире творца. Похоже, этот вопрос был задан одному из позже выдающихся раввинов. Он в свое время был еще мальчиком. Ему сказали, если ты нам скажешь, где находится творец, ты получишь от нас золотую монету. На что он ответил, если мне скажете, где он не находится, тогда я вам дам две. Но, наверное, один из самых оригинальных ответов на этот вопрос сказал Рабинах Мэндл из Скотска, когда он был еще очень, еще в детстве, он был ребенком. Когда его спросили, где находится творец, он сказал, что находится там, где мы его пускаем. Что это значит? Это значит, что это недостаточно верить и знать, что творец находится во всем мире. От нас требуется, от нас ожидается, от нас зависит, чтобы наша жизнь выглядела по-другому. Когда нам хорошо, когда нам плохо, мы обращаемся к творцу. Когда мы работаем над собой, мы хотим улучшить нашу речь, наши отношения с близкими, хотим помочь другим, людям, которые в беде. Мы делаем что-то ради него. И чем больше я так поступаю, тем ближе творец становится ко мне.